А затем, затем уже серебритов пришел все сильнее. Классная атака и везет очень сейчас. Галкипер у Нефтехимика большое-большое везение. Действительно, что шайба не нырнула в воротах, а консультица молодцом и тут же в ответ голевая атака. Нефтехимика 1-0. Первое звено отличается. Первая пятерка. Здорово сейчас перешли из обороны в атаку. Очень быстро. И Новокузнецк, увлекшись в чужой зоне, не успели вернуться. Тьеву Эрониан сыграл как заправский центр-форвард. Можете рассказать о том, что не было гола? Любопытно. Так, сын дно. Привожу в чужую зону. Эрониан. Здорово разыграно. Но такое же нужно забрасывать. Егор Миловзоров. Получается, у Новокузнецкая зону войти бы уже за счастье. Вот перевод на синюю и расставились вроде как. Смотрим. Ух ты. 1-1. Прошу прощения. 1-1. Сравнивает счет. Химик меньше двух минут до окончания первого периода. Много остановок, отмечаемых в этой игре. Но, в общем, команды готовы демонстрировать хороший хоккей. Было у нас десяток, наверное, хороших атак. И стой с другой стороны. Какой сейв! Андрей Кореев. Блестяще реагирует на бросок Дэна Секстона. Вытаскивая шайбу из ближней девят. Молодцы. Кореев. Пытаются высокий темп держать. Малиновский. Кузнеченко. Малиновский. На синюю. Канья последовала. Сам Малиновский будет бросать. И гол. 2-1. 2-1. И вновь Новокузнецкий Металлург отличается в большинстве. Дарной шайбой. 2-1. 2-1. Владимир Малиновский выводит свою команду вперед. Да, так и есть. Я бы не сказал, что это его шайба. Хотя и... И нырнул игровой здесь в кругу домик. Не повлекло это, правда, к потере шайбы для Металлурга. Но позицию немножко изменила на льдер. Куклев бросает. Потому что иначе бы шайба вышла из зоны. И очень классно Ансель Галимов работает на пятаке. Единственный момент вообще за два, по-моему, в большинстве. У них химика лучше жив в ворот. Это, конечно, не здорово. Эта команда, в общем, имеет неплохой свой рисунок. Момент может получиться. Дважды шайба с крюка сходит. И гол в итоге. Увидел Михаил Блотников. Где шайба? И запихнул ее с ленточки ворот в сетку этих самых ворот. Но... 4-1. 4-1. И сейчас становится Блотников молодцом. Доработал момент до конца. В отличие, кстати, от защитников. Березин почему-то смотрел на игрока, а не на шайбу. Видимо, думал, что голкиперы ее зафиксили. И Куликов. Они появляются, безусловно, но проводят крайне-крайне мало времени. Опять же, Разумов, Кряган и Скобелко. Ну, в меньшей степени это к 20-му номеру относится. Все-таки сегодня приличное игровое время получается. Что нефтехимик-то живет с бросов от синей линии. И, кстати, как раз вот в исполнении четвертого звена. Гол Паноздунов, главный герой этого момента, ничего не мог поделать сейчас. Шансов было немного Кореева достать шайбу. Попади она туда-куда задумывалась. Игрок нефтехимикой. Еще один бросок отражает Кореев. И вновь мощный щелчок. Здесь уже самоотверженности защитника мы аплодируем. Конечно, на скамейку его отведут ненадолго. Даже, кстати, в предыдущий момент ведь тоже не дошла шайба Дотареева. Попала бы бросившегося под бросок. Перестраиваться нужно сейчас. Вот обронитель манерик. Атакующий Нижнекамску. После игры 3 на 5. Ух ты! Очень здорово. На опережение сыграно. И счет становится 4-3. А значит, зажигательная концовочка у нас будет. Здорово. Тим Степлкан включил ноги. Никто не ожидал, что он вот настолько из глубины так быстро включится. И на сей раз Куклев проспал своего оппонента. Вот что не гол сегодня у команды Нижнекамска, то недоработка со стороны защитника Новокузнеча. Новокузнеча. Куклев остался с большинства, не успел поменяться. Выкручивал сюда шайбу. Жукова до партнеров, впрочем, другой агрегат не дошел. Добивание. Нет, здесь не даст. Просто так себе переиграть Кореев. Зафиксировать шайбу он долго не мог. В пределах правил в этом моменте ответ Новокузнецкая. Ну да, на самом деле сейчас вопрос стоит так. Выставить ли Новокузнецк. Хорошая атака. Спасает. Блином отражает эту шайбу Кореев. Так вот, выставить ли Новокузнецк, потому что моментов у Ротт-Колкунина действительно нет уже очень давно. Будет сам бросать. Эронин, штанга. И все же на добивании Миловзора. 4-4. Нефтехимик. Здесь вот Эронин на замахе классно положил оппонента. В противоход бросал Корееву. В принципе, без шанса подвигал кипера. Но штанга. И, конечно, повезло. Продолжение следует.